Субтитры сделал DimaTorzok Из актерского города Андроцит, расположенного в Луганской области, Вера Васильевна вместе со своей дочерью Людмилой, зятем Виталием и внучкой Анютой приехала к родственникам Вележский район. На своей машине семья преодолела почти полторы тысячи километров. Поэтому мы бежали и забрали самое свое дорогое. У нас там еще осталась сестра с двумя детьми и остался муж, родители, зятя у нас остались. Короче, у нас еще бросили квартиры. Субтитры сделал DimaTorzok В масках своих, они же, значит... Балак, балак. Да. То есть они, допустим, мы вот гуляем вечером, проезжает колонна с военными машинами, там все с автоматами в руках и еду, значит, там на блокпосты. На родине пришлось оставить дом, работу и родственников. Они и присматривают за имуществом. Мы забрали самое дорогое и уехали. Это своего ребенка, он не видел, а не слышал. Говорили, что город будут закрывать. И мы перестраховались и уехали. Проезжали много ополченцев. Пропускали нас мирно, спокойно, без всякого. Гораница уже была под ополченцами, которые мы пересекали. Скажем так, мы проехали без проблем. А сейчас там идут военные действия в этом районе, по кругу нашего города. Даже сегодня писали, что ночью с утра начали. Слышны взрывы целое утро в Акраине. Ну, в 30 километрах. Очень страшно. Помочь беженцам призван проект, организованный молодежью в социальных сетях. Вещи, продукты, медикаменты, все, что так необходимо беженцам, волонтеры собирают на сборных пунктах и отправляют по месту назначения. В том числе и в горячие точки Донецка и Луганск. Помощи никогда не бывает много, поэтому волонтеры и спонсоры требуются постоянно. Мы собираем медикаменты. Очень нужны средства гигиены. Мужской женской детской. Очень нужны нескоропортящиеся продукты. Это первоначально. Да, вот то, что прям необходимо. Также мы собирали вещи. Мужские, женские, детские. Вот. То есть это мы тоже собираем. А также мы еще готовы всегда к сотрудничеству. Мы ищем разных спонсоров. В Смоленской миграционной службе нам объяснили, что процесс получения статуса беженца очень длительный и сложный. А потому не все беженцы с готовностью за него берутся. Стоит знать, что наличие одной справки о рассмотрении по существу ходатайства на получение данного статуса уже наделяет человека привилегиями в трудоустройстве и оказании медпомощи. Обратились с ходатайством статуса беженца 12 человек. Получение статуса беженца очень длительный процесс. Занимает более трех месяцев. Представители общественности посоветовали сотрудникам УФМС быть более доброжелательными и человечными к беженцам. Международные заявляют, что некоторые сотрудники вместо объяснения их прав и на что они могут рассчитывать. Говорили, что вы докажите, что у вас была реальная угроза жизни, что к вам приходили боевики и угрожали расправиться. Читайте законы Российской Федерации, в них указаны ваши права. Пытаться людям, которые будут подчинены, чтобы разъяснять, чтобы более благодолго относиться к тем людям, которые к нам обращаются. Смоленщина стала для беженцев временным пристанищем. Однако мысли о доме не покидают их даже в эту трудную минуту. Надежда умирает последняя, скажем так. Поэтому все ждем чудо. Надеемся на лучшее. Пока думаем, что может быть здесь пока. Может быть даже и будем искать работу, и здесь пока оставаться на неопределенный срок. А если уже будет худо, то может быть и наседаясь. Если наш город разбомбят, и там нельзя будет существовать, то как же мы поедем домой, куда мы поедем. Если все будет тихо, может быть. Это, не дай бог, никому это такое, что мы пережили, и что мы не знаем, что у нас в будущем еще не будет. Фальшборд – это резиновый фальшборд. А это активная броня называется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова